Франшиза Трансформеры Франшиза Трансформеры Невероятными сцены слоу-моушн стали в самом первом фильме, во время неравной схватки автоботов против Десептикона Брола, альтформой которого является Танк Абрамс. И несмотря на то, что Брол один противостоял Джазу, Аранхайду и Рэчету, которых также еще и поддерживали люди, получив множество повреждений Десептикон не сдавался до последнего. Одним из самых интересных моментов фильма Трансформеры 4 Эпоха Истребления стала погоня Гальватрона и Стингера за автоботами. Здесь мы увидели в замедленном действии не только полет Оптимуса и Бамблби вместе с людьми через препятствия, но и невероятную трансформацию Гальватрона, а также слоу-моушн выстрел Локдауна, который поразил Оптимуса. Трансформеры 4 Эпоха Истребления В фильме Трансформеры Месть Падших Десептикон Гриндер захватывает Сэма в плен и передает Мегатрону, который намерен извлечь нужную ему информацию прямо из мозга Сэма. Сэму, естественно, грозит неминуемая смерть, однако вовремя врываются Оптимус Прайм и Бамблби, которые спасают своего человеческого друга. А запомнился здесь выстрел Оптимуса в замедленном действии, которым он вынес Мегатрона из здания. В фильме Трансформеры Эпоха Истребления интересным антагонистом стал Локдаун, который открыл охоту на автоботов и в частности на Оптимуса Прайма. Под горячую руку, а вернее спецгранаты робота-киллера попал Лукас, одна из которых сожгла парнишку целиком. Как раз последние секунды его жизни нам и показали в замедленном действии. Весьма напряженной стала сцена из фильма Трансформеры 3 «Темная сторона Луны», где в битве за Чикаго Бамблби был схвачен в плен десептиконами и поставлен на колени для дальнейшей казни. Однако его спасает отвлекающий маневр, который устроили Уилли и Брейнс, оказавшиеся на гигантском корабле десептиконов. После чего Би во всей красе в замедленном действии показывает все свои боевые навыки. В фильме Трансформеры «Месть падших» завораживающей стала замедленная смерть Сайдуэйза. Во время облавы в Шанхае на десептиконов Демолишер вступил в сражение с подразделением, а Сайдуэйз в это время попытался скрыться. Его сначала преследовали сразу несколько автоботов, однако им не удалось догнать десептикона. Вскоре в погоне включился Сайдсвайп. Он настиг Сайдуэйза, находившегося в альфформе спорткара Ауди Р8 и своим мечом разрезал его пополам. В фильме «Темная сторона Луны» интересным стало противостояние Айронхайда и Сайдсвайпа против двух десептиконов, входящих в подразделение дредов – Кроубара и Крэнкейса, которая не обошлась без шикарных сцен слоу-моушен. Здесь, в патовой ситуации, когда все противники побросали оружие, десептиконы воспользовались своими потайниками, однако это им не помогло – автоботы одержали верх. Вау, а ситуация-то, похоже, патовая. Бросайте. Айронхай, береги! Айронхай, лови! Всем, конечно же, запомнилась схватка между Оптимусом и громадным Гримлоком из фильма «Трансформеры. Эпоха истребления», которая также никак не могла обойтись без слоу-моушен. Понимая, что автоботам нужна помощь, Оптимус освобождает диноботов, призывая объединиться, однако их предводитель Гримлок решает помериться с силами с Праймом, но Оптимус сразил его одним мощным ударом, чем подчинил всех диноботов. Мы даруем вам свободу! Ну и заканчивает выпуск финальная схватка фильма «Трансформеры 3. Темная сторона Луны», в которой нам показали сначала сцены слоу-моушен поражения Оптимуса от Сентинела Прайма, ну а затем и его победу, в которой он в замедленном действии красочно вырывает голову Мегатрона вместе с позвоночником. А соплодет-то будет… Мегавит! Неец! Сенеброс! Нет, Оптимус! Редактор субтитров А.Семкин